Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие же все-таки удобрения для своих комнатных растений лучше выбрать. Минеральные или органические. И естественно разберемся, в чем же разница между ними. Удобрения – полезные и необходимые вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Они обеспечивают растениям один или несколько химических компонентов, необходимых для нормального роста и развития. После пересадки в свежую почвенную смесь комнатные цветы не требуют удобрения. В субстрате уже есть достаточно питательных веществ. Но через некоторое время для разных растений оно может существенно различаться. Для нормального роста и цветения приходится вносить удобрения. Способ внесения и частоту питательных подкормок подскажут вам советы по выращиванию каждого конкретного вида домашних цветов. Кстати, в этом вам может помочь наш канал. Вы найдете много полезных видео. Для большинства из них рекомендуют чередовать внесение органических удобрений и минеральных. Но все-таки, где их взять, как использовать и что предпочтительнее. Давайте начнем с органических удобрений. Наиболее распространенные виды органических удобрений – это навоз, птичий помет, берегной, торф и компост. Есть покупные и комплексные органические удобрения, приготовленные по специальным технологиям из навоза, птичьего помета, а также из другой органики. Отходы в пищевой промышленности, продуктов от убоя животных, кровь, например, костная мука, перо, шкуры – все это типичные компоненты. В дело идут переработанные опилки, кора, водоросли и прочие растительные остатки. В комнатном цветоводстве используют также и другие источники органики – яичную скорлупу, фруктовые очистки, дрожжи, срезанную траву и много других рецептов приготовления домашних удобрений. Кстати, на эту тему у нас тоже есть подробное видео на канале, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Но об их полезности и эффективности можно спорить, а можно просто проверить и сделать выводы на собственном опыте. Комнатные розы, пеларгонии, папоротники, примулы, ароидные, пальмовые – от такой подкормки становятся просто роскошными. Ну а луковичные и клубни луковичные от органики страдают, а порой могут просто задневать. Как работает органика в почве? Растения не поглощают напрямую органические соединения. Сначала внесенная в почву органика разлагается под воздействием почвенных микроорганизмов, выделяя в почву нужные растениям азот, калий, фосфор, железо, медь, магний, кальций, серу и множество других полезных и необходимых веществ. Точное количество их определить невозможно, это сложный и длительный природный процесс. Давайте теперь посмотрим на преимущества органических удобрений. Сторонники органического земледелия приведут множество аргументов, подтверждающих экологическую ценность такого способа. Но с комнатных растений урожай не собирают, а пряные травы на окне живут недолго, их вообще не удобряют. Но все-таки основные преимущества. Органика улучшает структуру почвы. Она сохраняет рыхлость, вода и воздухопроницаемость. В органических удобрениях есть целый комплекс микроэлементов. Органика разлагается постепенно, отдавая питательные вещества на протяжении долгого времени. Ну и недостатки органических удобрений. Навоз птичий по мед в городских условиях трудно достать. Подкормка из животной органики неприятно пахнет и загрязняет жизненное пространство. Органику трудно дозировать и применять правильно. Компост из растительных остатков не навредит растениям, а вот свежий птичий по мед может их погубить при передозировке. С органикой в почву могут попасть вредители и возбудители болезней растений. Неудобно вносить. В катку с пальмой всегда можно досыпать немного перегноя, а в маленький горшок с фиалкой только приготовленный раствор можно влить. Ну и теперь перейдем к минеральным удобрениям. Минеральные удобрения продают в цветочных магазинах. Они бывают жидкие и твердые в виде порошка, гранул и палочек. Среди них есть специальные, содержащие например только азот, а также комплексные, включающие целый набор элементов в определенной концентрации. Для комнатного цветоводства больше подходят комплексные удобрения. Специальные применяют только для определенной цели, например для стимуляции роста зеленой массы или цветения, либо же для лечения растений. Преимущества минеральных удобрений. Действуют они быстро, начинают поглощаться растением сразу после внесения. Их удобно применять. Простота дозировки, упаковки разного размера, инструкции по использованию, указаны точное содержание компонентов. Есть специально подобранные составы для орхидей, например пальм, фиалок, пеларгоний, петуний, кактусов и других групп растений. Ну и недостатки минеральных удобрений. Они не оказывают положительного действия на структуру почвы. Носить их нужно регулярно. Что не поглощается растением, то постепенно вымывается водой при поливе. При значительной передозировке можно погубить растение. Но что все-таки лучше? Минеральные или органические удобрения. Большинство любителей комнатных цветов выбирают комплексные минеральные удобрения. Это проще и удобнее в использовании. Перегной, компост, торф используют при приготовлении почвенной смеси для пересадки. А также при замене верхнего слоя почвы в катках с крупными растениями. Домашние рецепты питательных настоек могут оказывать положительное влияние, а могут оказаться бесполезными или же нанести непоправимый вред растениям. Можно использовать их, если готовы к экспериментам и наблюдениям. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а если Вы хотите поделиться с нами своим личным опытом или же задать вопрос, то пишите все это в комментариях. А с Вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если Вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и Вы всегда будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok